Добрый вечер на 12-м канале Час новостей в студии Дима Жарков в нашем выпуске. Футбольная лихорадка захватывает мир. Думаю, что будет круто. А манеж красная звезда к трансляции матча чемпионата мира готов. Аномалия или розыгрыш в Москаленском районе запечатлели на фото редкое для региона явление смерч. Брал ли он все-таки взятки? Областной суд вынес вердикт по уголовному делу ныне умершего судьи Сергея Москаленко. Пара дружбы и игры разума. На праздник пришли сотни, даже тысячи амичей разных возрастов, профессий, культур, национальностей. Каждый из которых может с гордостью сказать, Россия это мы. Омск с размахом отметил День России. И американских чечеточников заткнули за пояс. Мы танцевальная группа государственного омского русского народного хора. И сегодня мы вам покажем сибирскую хлопуху. А мячи покорили зрителей своим переплясом и вышли в финал Лиги удивительных людей. Буквально вся наша страна в эти дни живет только футболом. Сутки остаются до старта главного спортивного события лета чемпионата мира FIFA 2018. В российские города уже прибыли лучшие игроки Бразилии, Франции, Германии, Аргентины и еще 28 стран мира. Футбольные баталии пройдут в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи и ближайший к Омску Екатеринбург. Поклонники игры миллионов запустили флешмоб. Они делают снимки с футбольными атрибутами, выкладывают их в группе «Спортивный город» в социальной сети ВКонтакте с хэштегами «ФИФА 2018», «ЧМЭ Россия», «Омск футбол». Победители будут определены по итогам открытого голосования, которое начнется 5 июля. Вручение призов состоится 15 июля на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. А в нашем городе центром протяжения болельщиков станет стадион «Красная звезда». Юлия Ковыршина продолжит. Вот я наконец-то получила свой долгожданный паспорт болельщика. Теперь абсолютно точно я еду на чемпионат мира. Увидеть игру сильнейших футболистов мира воочию и стать частью грандиозного спортивного события. Наталья не сдерживает эмоций. Побывать на чемпионате мира – мечта. И реальностью она станет уже 27 июня. Именно тогда девушка приедет в Казань и отправится на матч сборных Германии и Южной Кореи. Это вот как, можно сказать, пропуск на чемпионат. Он дает право на бесплатный проезд в транспорте и упрощает, как попасть на сами игры. То есть это как официальный паспорт человека, который идет на чемпионат мира. С какими эмоциями идешь на чемпионат мира? Ой, даже не могу выразить, если честно, какие эмоции. Конечно, можно сказать, что подбил меня на эту поездку папа. Он у меня фанат, болельщик. Он мне предложил. И я даже не думала, сразу согласилась. Говорю, конечно, поеду. Тем же, кто не увидит игры чемпионата мира вживую, оставаться дома на диване у телевизора тоже не стоит. На главном футбольном стадионе города Красная Звезда сделают все, чтобы зарядить болельщиков невероятной атмосферой большого спортивного события. Уже завтра здесь покажут открытие турнира, первый матч. Но развлекательная программа стартует за несколько часов до начала прямой трансляции из Москвы. Ее участницы, в том числе и молодые, подающие надежды, футболистки. Для этих девчонок чемпионат мира в первую очередь возможность увидеть кумиров. Я чемпионат мира жду еще с конца, как закончился чемпионат мира в Бразилии. Это четыре года уже прошло. Ну, я буду трепетно следить за каждой командой, буду стараться смотреть каждый матч. И хочу, чтобы выиграла сборная Аргентины. А любимый игрок у тебя кто? Месси. Покажи свой номер. Почему Месси? Потому что он самый лучший игрок в мире. Мне нравится то, как он двигается, его техника, скорость. Здесь на Красной Звезде, конечно, уже все, практически все готово к завтрашним событиям, которые здесь будут происходить. Вы видите, что здесь баннеры наших звезд российской сборной. Игорь Акинфеев, Федор Смолов. Ну и, конечно, тот самый экран. Он тоже уже смонтирован и установлен. Вот он. Его размер 11 на 5. Формат Full HD. Акустика профессиональная. Сейчас музыка звучит. В общем, все, и картинка, и качество звука будет на самом высшем уровне. Ну и помимо того, что здесь, на этом экране, о мячам, которые будут приходить сюда в течение всего чемпионата мира, будут транслировать игры российской сборной в прямом эфире. Конечно же, открытие чемпионата мира. Завтра здесь еще, на этом стадионе, будет куча всего интересного. И об этом подробно нам расскажет главный режиссер всего, что будет завтра здесь происходить. Завтра о мячей ждет, так же, как и всю Россию, весь мир. Начало футбольной феерии. 14 числа открывается. По местному, по нашему времени, в 21.00 будет игра Саудовской Аравии. Со сборной России. Со сборной России, да. Ну, мы здесь приготовили вот зону для болельщиков, места для публичного просмотра всех игр. И завтра она открывается. С 18 часов на улице будет развлекательная программа. В 19.00 сюда запускают зрители на вот эти прекрасные трибуны. И с 20.00 мы здесь приготовили небольшую программу. Небольшую, потому что основное событие все-таки это футбол. Просим зрителей, болельщиков приходить на это мероприятие. Оно бесплатное. И с удовольствием поучаствовать в нем. Игорь Владимирович, ну, вы сказали, что можно будет места на трибунах занять. А еще вы мне говорили, что здесь вот такая прямо на траве будет, что это фан-зона или как? Да, для самых активных болельщиков мы на футбольном магазине отгораживаем фан-зону, где можно присесть, поплясать, попрыгать. Для тех, кто не сможет усидеть, да? Да, для тех, кто не сможет усидеть, кто очень активный. Я вижу, что организаторы сейчас как раз настраивают оборудование. Да, это такой футбольный мяч. Рядом вы видите проекторы. Что вы здесь готовите, что завтра будет происходить в этой зоне? Это инсталляция мячей всех чемпионатов мира. Получается, на сенсорной панели можно выбрать любой из мячей с 1930 года. Подойдем, прям покажете нам, что там за сенсорная панель? Она пока не включена, не подключена, то есть еще все в процессе настройки пока что. Но на данной панели можно будет выбрать любой из мячей с 1930 года, которыми играли на чемпионатах мира по, соответственно, 2018. Узнать краткую историческую справку о каждом из мячей. И, соответственно, на самом шаре... Подойдемте к нему подойдем тоже. На самом шаре будет проецироваться тот мяч, который пользователь выбрал в данный момент. То есть можно будет увидеть, посмотреть, покрутить его. Итак, уже через несколько часов стадион «Красная звезда» и так вполне можно сказать, примет у себя чемпионат мира по футболу. Мячу видят не только открытие турнира и первый матч сборной России против сборной Саудовской Аравии, но и все самые интересные матчи будут показывать здесь, на этом стадионе, на этом экране, в прямом эфире. Лучшие футболисты мира, сильнейшие сборные планеты. И уже до начала чемпионата мира можно смело говорить, что победитель у этого турнира есть. Это Россия, хозяйка, наша страна, которая принимает у себя самый престижный футбольный турнир. Юлия Ковыршина, Павел Манжос, 12 канал. На большом экране мячу видят самые зрелищные поединки Мундиаля. Всего их будет 64, при этом 48 из них это групповые матчи. А уже с 30 июня начнутся игры плей-офф. 14 июля сборные сыграют матч за третье место, а финал чемпионата мира состоится 15 июля. С подробной программой и трансляцией о мяче могут ознакомиться на официальном сайте 12 канала. О чемпионате мира, российском и омском футболе поговорим с директором департамента спорта администрации города Алексеем Фадином. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Нис. Омск от футбольных баталий далеко, ближайший от нас город, где пройдут игры чемпионата Екатеринбург. Но, тем не менее, на ваш взгляд, в городе все-таки ощущается футбольное напряжение? Я уверен, что завтра, действительно, в первый день открытия чемпионата мира, в первый день, когда наша сборная команда будет играть, сборная России по футболу на чемпионате мира, мы увидим максимально возможное количество зрителей, болельщиков, любителей футбола, гостей нашего города и нашей области, которые придут к нам на красную звезду. Это сегодня то место, где будет осуществляться публичный просмотр в целом чемпионата мира по футболу. Ну и не меньшее количество, конечно же, а то и в разы больше, будут наблюдать у экранов своих телевизоров. Итак, центром притяжения омских болельщиков станет красная звезда. Как вот задолго до чемпионата начали готовить стадион? Может, были какие-то еще другие варианты, где разместить экран? Публичный просмотр будет осуществлен во всех субъектах Российской Федерации. Есть разные варианты. Большая часть, конечно, это парковые зоны на улице, установка осуществляется экрана и, в прямом смысле, на траве, на земле люди рассаживаются. В городе Омске было принято решение, учитывая те факторы, что у нас сегодня рекреционные зоны, парковые зоны расположены вблизи жилых массивов, спальных микрорайонов. А расписание предполагает более поздние игры, то есть это по омскому времени и в 10 часов, и в 12 часов только начало игр, матчей. Поэтому, возможно, здесь будет негатив от жителей в плане нарушения спокойствия, тишины, покоя. Поэтому было принято решение перейти на закрытый объект, там, где действительно минимальное количество звука будет выходить. Поэтому, наверное, сегодня это самое правильное и верное решение. Подготовка началась, повторюсь, чуть менее года назад от данного объекта. Готовность максимальная на этом объекте. Помимо просмотра, это сегодня основная изюминка, большой экран размером в 55 квадратных метров. Вы сами являетесь футбольным болельщиком? Есть любимая команда? Будете ли смотреть игры чемпионата, если да, то где? Может, на «Красной звезде» или дома? Или даже поедете на какую-нибудь игру? К сожалению, поехать не выдалось возможности. Напряженный трудовой график и ряд других крупных проектов в дальнейшем по окончанию Чемпионата мира будем реализовывать. Просмотр, конечно, буду чередовать. Я с огромным удовольствием постараюсь максимально посетить матч именно на объекте. То, что касается самых поздних матчей, ну, скорее всего, буду осуществлять это дома. Вот в Омске футбол, как известно, запустили, к сожалению. Если у РТШ остались поклонники, то наша команда в очередной раз их не порадовала. Есть ли надежда, что все-таки у нас начнут готовить футболистов, которыми будет гордиться страна? Или так и останется единственным примером Дмитрий Сычев, который, кстати, в 2004 году стал в России футболистом года? Я уверен, что у нас такие звездочки, спортивные звезды, как Дмитрий Сычев, будут появляться обязательно. Потому что на сегодняшний день одни из сильнейших спортивных школ, то есть это как раз те учреждения, которые готовят резерв для сборных команд, ну, начиная от команды мастеров субъекта, заканчивая сборной России по футболу. Они у нас есть. Молодежь у нас достойно выступает, занимая на первенстве России призовые и чемпионские места. Поэтому наверняка такие дети будут. Будем растить их, будем воспитывать. Ну и последний вопрос. Ваш, так сказать, прогноз на чемпионат мира. Ждет ли нас интересный футбол? И как думаете, порадуют ли российские футболисты нас? Ну, я уверен, что будет на что посмотреть в целом на чемпионате мира. Большое количество действительно интересных команд. Есть команды, от которых, я думаю, что будет на что ожидать. Даже более того, он оправдает наше доверие. То, что касается нашей сборной команды России, я всегда и всем говорю так. Я надеюсь, что команда выступит достойно и как минимум сможет выйти из-под группы для того, чтобы в дальнейшем продолжить свой путь к педесталу. Хочу пригласить всех хамячей, всех любителей футбола на публичный просмотр, поболеть за нашу команду. Ну, на тот час-полтора часа действительно окунуться в ту атмосферу азарта, то, что происходит, в принципе, на каждом матче по игр по футболу. Спасибо. С нами был директор департамента спорта администрации Омска Алексей Фадин. В Омской области пронесся смерч. Редко для нашего региона природное явление запечатлели жители Марьяновского района. Именно здесь, по их словам, возник вихрь. И несмотря на то, что для нашего климата оно действительно несвойственно, в Омской области явление фиксируют уже не впервые. Около года назад смерч видели в Одесском районе. Впрочем, по словам синоптиков, фото смерч может быть очередным розыгрышем. Никаких данных об аномальных природных явлениях к ним не поступало. Приборы его не зафиксировали. Кроме того, как отмечают специалисты, нельзя назвать аномальной и переменчивую погоду, которая вот уже несколько дней держится в регионе. Ветер и дожди в пределах нормы. Так, завтра ожидается переменная облачность и плюс 20 днем. А вот в выходные температура немного понизится и вновь пойдут дожди. В Омском областном суде сегодня вынесли приговор по уникальному уголовному делу. В зале не присутствовали ни ключевой свидетель, ни подсудимый. Такого судебная практика Омска не припомнит. Покойного судью Сергея Москаленко признали виновным в получении 6-миллионной взятки. По данным следствия, деньги судья получил от директора стройфирмы Виктора Берга. Осенью 2015 года бизнесмены застрелили, а вскоре повешенным нашли и обвиняемого во взяточничестве судью Москаленко, рассказывает Юлия Думанова. Скамья подсудимых пустуют. Впрочем, и место главного фигуранта дела тоже. Оба не смогли принять участие в судебном процессе в связи с кончиной. Как следует из материалов, судья Сергей Москаленко с 2010 по 2015 года рассматривал уголовное дело в отношении строителя Виктора Берга. Того обвиняли сразу по нескольким статьям. Хищение денег дольщиков, сумма более 100 миллионов рублей, мошенничество, невыплата, заработные платы работникам предприятия. По версии следствия, судья Москаленко пообещал вынести строителю оправдательный приговор. Не бесплатно. Наверное, обговаривали какие-то моменты судебные. Может, он ему подсказывал, как-то вести себя в суде, может, еще что-то. Я не знаю точно. Я не знаю сейчас, какие расценки идут. Может, какие-то расценки существуют. Да я говорю, это не взятка. Это вымогательство конкретное просто было. А сумма 8 миллионов? Потому что папа бы не пошел сам на контакт с судью. Это однозначно. По версии следствия, общая сумма взяток более 6 миллионов рублей. Для этого Виктор Берг оформил кредит, продал квартиру в центре города. Часть денег ему дала дочь, которая живет в Соединенных Штатах. Кроме того, отремонтировал гараж Москаленко. На ремонт ушло еще 100 тысяч рублей. Однако перед оглашением приговора в октябре 2015 года Берга нашли застреленным в лесополосе на окраине Омска. В убийстве следователи заподозрили именно судью Сергея Москаленко. А перед арестом уже его тело нашли в петле в парке 300-летия Омска. Однако обвинение в убийстве отменила высшая коллегия судей. Закрыли дело и о взяточничестве. Но решение опротестовала дочь покойного судей. Якобы для того, чтобы восстановить репутацию отца, не получилось. Вердикт суда виновен. Суд полностью согласился с версией обвинения, установив в действиях обвиняемого признаки преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, получение взятки в особо крупном размере. Свидетелей множество. Это и коллеги Берга, и знакомые, и близкие. Санкция статьи до 12 лет лишения свободы, но в данном случае, в связи со смертью обвиняемого, приговор остается без исполнения. Впрочем, решение о виновности судей скорее не для мертвых, для живых. Теперь семья покойного Виктора Берга может подать иск на возмещение морального и материального вреда. И вернуть деньги, которые пошли на взятку 6 миллионов рублей. Впрочем, решение суда пока не вступило в законную силу, его может опротестовать дочь погибшего судьи. А будет ли она это делать, пока неизвестно, журналистам о своих планах она рассказывать отказалась. Вы согласны с решением суда? А вы будете обжаловать? Юлия Думанова и Илья Яковленко, 12 канал. Омская учительница, уволенная за откровенную фотосессию, вернется на работу в школу. Об этом журналистам сегодня рассказала министра образования региона Татьяна Дернова. Педагог по истории продолжит трудиться в своей школе. Поскольку женщина уже получила расчеты отпускные, то на работу она вернется после отпуска с 15 августа. Напомню, преподавательнице предложили написать заявление по собственному желанию на прошлой неделе, из-за того, что она снялась в закрытом купальнике, и снимки увидели родители и учеников. В займечку вступились коллеги, общественности, блогеры и журналисты. Накануне длинных праздников с учителем встретилась министра образования Татьяна Дернова. Министр образования также прокомментировала звонок и мячей на прямую линию президента. Педагоги пожаловались на понижение зарплат. Татьяна Дернова отметила, указ президента в регионе выполняется на 100%, однако заработная плата учителя может варьироваться в зависимости от категории, количества детей в классе и работе с коррекционными группами. Мы обращаемся к нашим педагогическим работникам. Есть телефон, горячая линия по заработной плате в министерстве 24 85 60. И очень просим обратиться к тому, кто звонил, или тех, кто звонил, для того, чтобы мы действительно выехали в учреждение и разобрались, что произошло вот именно у этого человека. Масштабный праздник День России в Омске посетили 15 тысяч человек. На Любинском проспекте состоялся форум «Россия – это мы». На всем протяжении улицы, от юбилейного моста до площади Победы, развернулись народные гуляния, работали разнообразные площадки, олицетворяющую Россию состоялся первый в Омске парад национальностей. А на сцене прошел голоконцерт с участием известных омских исполнителей. Елена Смирнова с подробностями. В кокошниках и тюбетейках, в украинских платьях и белорусских рубахах и ноговицах, немецких и финских национальных костюмах, но под одним флагом – российским триколором. Такие разные все-таки вместе по центру Омска шествуют участники парада национальности или парада дружбы. В данном случае это праздничный эрзианский костюм. У них специальная такая юбочка сзади, которая называется «пулай». Они разноцветные, бывают красные, бывают зеленые. Чем больше ниток, тем богаче и ярче невеста. День столь многонациональной страны России – один из самых молодых праздников. 12 июня 1990 года приняли декларацию о суверенитете. Спустя год в этот день жители России впервые всеобщим голосованием выбирали президента. Победил Борис Ельцин. Куда богаче и древнее история страны и населяющих ее народов. За эти тысячелетия было создано могущественное государство. Великая страна, размеры которой сегодня удивляют многие народы. И самое главное, наша страна она многонациональна. И в этом наша с вами сила. Я хочу от всей души поздравить вас со светлым праздником Днем России. Пожелать всем здоровья, счастья, любви и мирного неба над головой. С праздником, дорогие друзья! Обратившись к гостям праздника, глава региона подписал специальную открытку. Слова поздравления на баннере написали также мэр Омска Оксана Фадина и спикер Гурсовета Владимир Корбут. Оставить памятный автограф здесь мог каждый меч. После празднования переместилось на интерактивные площадки. В программе блюда национальных кухонь, мастер-классы по народным песням и танцам, а также игры разума. Найти занятия по душе каждый может и на этой интерактивной площадке. Россия — это интеллект. Здесь можно потренировать свой ум в настольных интеллектуальных играх, поразить воображение, наблюдая за научным шоу. А можно проверить свой уровень айки с помощью вот такого полушуточного теста. Попробуем. Итак, мой результат звучит как практически пифагор. Это, конечно, грубая лесть, но тем не менее. Его можно зафиксировать на фотозоне. Здесь их сразу несколько. Можно примерить на себя гарвардскую мантию и соответствующую, как это называется, шляпу, наверное. А можно также сделать фото на память с Нобелевскими лауреатами. Масштабы, массовость и разнообразие программы Дня России поражают, как поражают масштабами и величием и многообразием. И сама наша страна в Омске в этот день на праздник пришли. Сотни, даже тысячи мячей разных возрастов, профессий, культур, национальностей. Каждый из которых может с гордостью сказать «Россия – это мы». Елена Смирнова, Сергей Никифоров, 12 канал. А накануне Дня России в Омске разыграли мяч и дружба. Так называется межнациональный культурно-спортивный праздник. На стадионе «Красная звезда» встретились 8 команд. Это больше сотни любителей футбола разных национальностей. Напомню, проект при поддержке областного правительства запустила 6 лет назад молодежная организация российских немцев. В финальном поединке уверенную победу над сборной русских немцев одержали казахи, но мяч дружбы не ограничился одним футболом. После игр спортсменов ждал парад национальных блюд. Участники и гости турнира полакомились казахскими бурсаками и немецким штруделем. Знаменные трудовые путевки бойцам областного студотряда вручил Александр Бурков торжественное открытие. Третьего трудового семестра стройотрядов традиционно состоялось в День России. Построение прошло на площади у памятника дружникам тыла. Глава региона вручил штабам студенческих отрядов Лагемской области и путевки на всероссийские трудовые объекты. Ну а самого Буркова посвятили в бойцы. Мы хотели бы вам вручить главный символ любого студотрядовца, нашу целинку, бойцовку. А то, что мы отдаем дань тому поколению, которое это создало 60 лет назад, именно в том свете, в котором вы трудились, но с символикой современного студенческого отряда. Надеемся, что наш отряд общими усилиями станет опять лучшим в стране. В этом году в областном штабе собралось более 4200 бойцов. Они будут работать на самых значимых объектах страны. На космодроме Восточный, на Урале, где идет вся российская студенческая стройка «Мирный атом». Будут трудиться на трудовых проектах «Север» и «Заполярье». По стране разъедутся также медицинские, педагогические, сельскохозяйственные отряды. Кроме того, в Омске самый большой отряд проводников в России. И смотрите далее. Американских чечеточников заткнули за пояс. Мы танцевальная группа государственного омского русского народного хора. И сегодня мы вам покажем сибирскую хлопуху. А мечи покорили зрителей своим переплясом и вышли в финал Лиги удивительных людей. Загребли три медали. Успех омских грибцов на чемпионате Европы и другие новости спорта в обзоре Ольги Колесник. Красногорский гидроузел все-таки достроят. Такое решение приняли сегодня в областном правительстве. На завершение одного из трех главных долгостроев региона из бюджета выделят 9 миллиардов рублей. Достраивать объекты будут в два этапа. Необходимо пройти государственную экспертизу, получить положительное заключение на откорректированную проектную документацию. На заседании также еще подвели итоги отопительного сезона. Руководитель области Александр Бурков остался не совсем доволен работой областного Минстроя и местных глав. Многие руководители муниципалитетов покупают уголь зимой, когда цены завышены, и компенсируют перерасход средств за счет роста тарифов. Кроме того, в ряде районов оказались нерабочими новые котельные, построенные за бюджетные деньги. Это консолидированный бюджет. Это народные деньги. Это налоги народа. И он хочет получать нормальные, качественные услуги по нормальной цене. Где тогда глава района? Он почему на правительстве не присутствует и не отчитывается о потерянных бюджетных деньгах? И о том, что сегодня эти блочные котельные не работают? Вы должны быть инициатором. Коллеги, министерство. Если есть двое, приходите. В Омске ликвидируют левобережную оптовку, больше известную как китайская. Здесь готовят к сносу незаконно установленные торговые павильоны. Таких больше двухсот. Битва областного минимущества с предпринимателями за этот земельный участок ведется уже три года. Однако владельцы незаконно установленных киосков прекращать торговлю не торопятся и препятствуют освобождению участков. В ход готовить тяжелую артиллерию киоски принудительно уберут с помощью спецтехники. Анна Черных продолжит. Едва заметив специалистов минимущества, охранники спешно закрывают ворота. Владельцы незаконных торговых павильонов препятствуют сносу уже несколько лет. В 2015 году у земельного участка изменился статус. Теперь на нем нельзя размещать временные объекты торговли. Чиновники не раз устанавливали сроки для освобождения земли, но с мертвой точки киоски не сдвинулись. Лишь некоторые владельцы решили добровольно убрать павильоны. На других рядах полным ходом идет торговля. Учитывая, что участок не освобожден с 14 июня, минимущество приступит к освобождению участка в принудительном порядке. Учитывая также, что правообладатель незаконно расположенных торговых объектов всячески препятствует освобождению участка, минимущество намерено провести эти мероприятия поэтапно в течение нескольких месяцев. Слуги о закрытии оптовки уже разнеслись по китайским рядам и подняли волну негодования среди продавцов. Я мать-одиночка, у меня двое детей, квартиру я снимаю. Как вы думаете, я переживаю или нет? Что будем делать? Наверное, стоять будем просить, умолять, на коленях просить, наверное, будем, чтобы не отпустили. Вы представьте, если нас закроют, что будет дальше? Все без работы, продавцы все без работы. Впрочем, этой новости поверили не все. Продавцы уверены, что вещевой рынок по-прежнему востребован и ему в буквальном смысле сносу не будет. Говорят, не закроют. Говорят, не закроют, а кто говорит? Ну, там говорят, слухи. Рынок столько действует, мне кажется, его вообще не надо убирать. Люди здесь одеваются, все дорого в магазинах. Смириться с закрытием людям все-таки придется. Сегодня геодезисты определили границы незаконного размещения киосков. Больше 200 павильонов перевезут на временное хранение в центральный округ. Временные сооружения будут вскрыты, описано имущество, которое находится внутри. Эти павильоны будут опечатаны и вывезены грузовой техникой на место временного хранения. Впоследствии владельцы этих павильонов могут их забрать, но при условии, что они предъявят документы, которые подтверждают право собственности на эти павильоны. Выход у предпринимателей есть. Они могут обратиться в мэрию с просьбой предоставить другое место для торговли. А на месте китайской оптовки, вероятно, появится новый торговый центр. Минимущество планирует провести торги и предоставить землю инвестору под застройку. Анна Черных, Вадим Насардинов, 12 канал. Работать на опережение. Такую задачу перед членами Координационного совета по правопорядку поставил Александр Бурков. В правительстве региона сегодня состоялось совещание, главной темой которого стала профилактика экстремизма среди учащейся молодежи. Особое внимание о защите информационного пространства. Именно через интернет чаще всего распространяются материалы террористической диалогии, пропагандируются убийства и насилие. Если в учебных заведениях кибербезопасность находится на постоянном контроле, то запрет опасного контента в домашних условиях зависит от понимания со стороны родителей. Работать нужно именно в этом направлении, чтобы в свободное время ребенок был занят и не искал сомнительную информацию. Омичей перетанцевали знаменитых степистов из Америки, доказав, что они действительно удивительные люди. Мужская танцевальная группа Омского русского народного хора вышла в финал проекта на канале «Россия-1». В программе «Лига удивительных людей» участвуют артисты, циркачи, народные умельцы, спортсмены из 20 стран мира. В зрелищных поединках они демонстрируют свое мастерство. Как щука и пистолет помогли омичам выиграть, расскажет Наталья Бельская. Мы танцевальная группа государственного Омского русского народного хора. И сегодня мы вам покажем сибирскую хлопуху. На всю страну в эфире федерального канала артисты Омского хора устроили перепляс. Сейчас по-современному это называют батлом. Парни с одной улицы пытаются доказать свое превосходство перед чужаками. В ход идут не кулаки, а танцевальные элементы. Их омичи знают немало. Исполнение сложнейших трюков – отличительная особенность танцевальной труппы омского хора. Элемент – пистолет. Пистолет. По кругу, да. Шучка будет исполняться уже в усложненном виде. Соперничество и в номере, и в программе «Конкурентами омичей» в танцевальном поединке стали братья-стописты из Америки. Известный в мире дуэт выступает на концертах с Бьонсе и Ашером. Но, как призналась народная артистка России Мария Аронова, именно выступление омичей довело ее до слез. Другие члены жюри с ней согласились. Русский народный танец, за плечами которого многовековая традиция, и сегодня как никогда актуален. Так же, как матрешка, хохлома, жестовская роспись. Вот эти танцы, то, что на Западе называют «Cossack dancing», это неотъемлемая часть этой великой страны. И я обожаю вас, обожаю эти танцы, круто. Я когда смотрел выступления двух братьев, они абсолютно точно меня поразили, но то, что сделали омичи, вы знаете. Я проголосую за омичи. Омский русский народный хор – один из лучших коллективов страны. Его знают не только в России, но и за рубежом. Сибирская широта и размах движений, удаль и озорство в переплясах – все то, что покоряет публику на концертах, не оставило равнодушным и зрителей проекта. По результатам голосования в зале, танцоры омского русского народного хора прошли в финал. Он состоится 24 июня. Впрочем, омичи уже доказали, что они – достойная часть Лиги удивительных людей. Наталья Бельская, 12 канал. С ярким выступлением в проекте Лига удивительных людей танцоров омского русского народного хора уже поздравил глава региона Александр Бурков. Он поблагодарил их за достойное представление традиций самобытного омского коллектива и всей области в престижном творческом состязании. В Омске заработал новый информационный портал «Культура». Он доступен по адресу культура55.ru. Это не просто сайт, а единое культурно-информационное пространство, призванное объединить информацию обо всех мероприятиях, которые проводит областной Минкульт, городской департамент культуры, а также многочисленные творческие независимые площадки. На сайте можно найти рецензии, аналитику, афишу, новости для туристов. Пока портал «Культура» работает в тестовом режиме, но уже сейчас им можно пользоваться и получать актуальную информацию. Сегодня во всем мире отмечают день рождения булавки. Оказывается, эта мелкая, порой незаметная деталь гардероба имеет богатую историю и множество способов применения. Шумеры еще в третьем тысячелетии до нашей эры использовали подобные приспособления из кости и железа. В Древнем Риме их применяли как застежки для одежды. Современную безопасную булавку с замком для острого конца в XIX веке изобрел американец Уолтер Хант. Идею он запатентовал как раз 13 июня. Почему в течение веков булавка не теряет своей популярности, ответ искала Дарья Шадрина. С днем рождения, булавочка. Омский мастер Наталья Дочинец повторяет путь Уолтера Ханта. Создает булавку. В 1825 году американский механик, оставшийся без работы и в долгах, вертел в руках медную проволоку. В итоге получился маленький инструмент с застежкой для острого конца. Патентное изобретение продал англичанину, поэтому булавку в России называют английской. Первый этап в работе мастера – очистить медь от лака. Здесь у нас находится уксусная кислота, 9%. Говорят, можно сделать это уже самое в спрете, но я не пробовала. Мастер рассказывает, булавка – одно из древнейших украшений, была известна еще задолго до изобретения американца. Просто, скорее всего, имела другой вид. Даже пещерный человек чем-то скреплял свои набедренные повязки. Кроме того, многие народы считали булавку магическим предметом. В Средневековье она даже попала под запрет инквизиции. Ты булавку носишь для того, чтобы кровью кого-нибудь заколдовать. То есть были такие дела в инквизиционных судах. Впрочем, в тени этот инструмент долго не оставался. В 70-е годы прошлого века обычная булавка стала символом субкультуры панков. Дизайнер Вивьен Вест выявила на модные подиумы рваные майки, джинсы, заклепки и булавки. Английская булавка, благодаря Вивьен Вест, группе Sex Pistols, стала символом панк-рока. Потому что до этого этот атрибут не использовался как элемент какой-то субкультуры, проявления бунтарств. Это была просто булавка, которая что-то там держала. Но благодаря сначала вот этому принту, потом тому, что эту булавку вешали на свою рубашку музыканта. Егор Летов носил черную рубашку, которую он протыкал булавками. И вот это все вместе, начиная с вот этой моды панковской 70-х годов, булавка до сих пор не утрачила вот этой своей роли как атрибута вот этого протестного движения. Жизне булавки сегодня можно позавидовать. Из нее создают инсталляции и картины для хозяек. В день промышленность штампует один миллион булавок. Они есть в каждом доме, и трудно представить, что делал бы человек, не будь у него этого маленького помощника. Ленты, иголки, булавки, тесьма. Все, чтоб свести кавалера с ума. Наря Шадрина, Наталья Бельская, Сергей Никифоров, 12 канал. На 12-м канале время спортивных новостей. В студии приветствую Ольгу Колесник. Привет, Денис. Ну, ты знаешь, несмотря на то, что сегодня без преувеличения весь мир живет только футболом, но жизнь кипит и у представителей других видов спорта, а мячи покоряют мировые всероссийские арены. И сегодня расскажу об успехах наших атлетов. Марина Ковалева выиграла марафон. Амичка стала победительницей первого Томского международного марафона «Ярче». Рекордсменка Омской области по марафонскому бегу. Победительница чемпионатов России по марафону 2013 года и полумарафону 2017 года. Единственная в Омске двукратная чемпионка СИМ. Победительница отечественных и зарубежных марафонов и забегов во Франции, Испании, Италии, Португалии и Румынии теперь вписала свое имя и в историю Томского марафона. Победный результат чемпионки 2 часа 40 минут 10 секунд. Поздравляем Марину и ждем успешного старта в Омске в августе. Омские грибцы завоевали три медали на чемпионате Европы. Там проходил турнир по гребле на байдарках и каное. Наши спортсменки помогли сборной России взять третье место в общекомандном зачете. Спортсмены национальной сборной участвовали в 26 финальных заездах. Амичка Вера Сабетова взяла серебро в составе байдарки двойки на дистанции 200 метров. А в четверке на 500 метров Вера и еще одна наша землячка Анастасия Панченко завоевали бронзу. На картодроме ДСАФ выявили победителей и призеров второго этапа чемпионата и первенства Омской области по картингу. В командном зачете лучшие результаты показали спортсмены Сибирькарт Мечта. Вторыми стали гонщики команды поселка Омске. А замкнули призовую тройку представители клуба «Фаворит». Впереди у гонщиков следующий, третий по счету этап чемпионата и первенства Омской области по летнему картингу. Он состоится 8 июля. Спасибо, Ольга. Это были спортивные новости от Ольги Колесник. Спасибо за внимание. Увидимся. Устроили шоу с огоньком. Омские керамисты обожгли двухметровое глиняное изваяние на глазах у сотен горожан. В этот раз рождение скульптуры в языках пламени стало ярким финалом фестиваля «Керамикфест». Он стартовал в нашем городе 4 июня и завершился в День России. Фестиваль гончаров состоялся при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефти». Все подробности у Екатерины Балучевской. На глазах у сотен о мече необычное глиняное изваяние известного омского керамиста Андрея Задерия становится произведением искусства. Внутри плотного термоодеяла температура выше тысячи градусов. Но гончары продолжают подкидывать сосновые дрова в печь. Скульптура должна раскалиться до предела. А пока специалисты раздувают огонь, а мечи, вооружившись телефонами и камерами, снимают рождение планеты. Именно так мастер, из-под руки которого вышла знаменитая двухметровая глиняная птица, назвал свое новое произведение. По его словам, скульптура сочетает в себе основные природные стихии – воздух, воду, огонь и землю. Правда, полыхающую планету увидели только, когда с нее сняли защитный слой. За эффектным зрелищем гости наблюдали, не отрывая глаз. Языки пламени вырывались из специальных отверстий, скульптура как будто светилась изнутри. Очень зрелищно, очень впечатляет, очень красиво. Я первый раз на этом шоу. Шоу, конечно, потрясающее. Не думали, начиналось вроде бы не так, а закончилось настолько эффектно, что невозможно оторвать глаз. Фееричное фаер-шоу стало ярким финалом фестиваля керамики. Он стартовал в Омске 4 июня. Больше восьми десятков ребят не только из Омска, но и из соседних регионов учились творить на гончарном круге. Причем в японском стиле – раку. Фишка такого обжига в том, что из открытого огня скульптуру сразу бросают в опилки. К слову, этот стиль считается одним из самых сложных. Необычный керамик-фест проводится в нашем городе впервые. Он стал победителем грантового конкурса Омского нефтеперерабатывающего завода в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Замечательно, что наш фестиваль попал в программу «Газпрома» НПЗ «Культурный код». И хочется сказать большое спасибо, что нас поддержали, что люди понимают, насколько важно, и компания понимает, насколько важно сохранять наши национальные традиции. Поддержка социальных и культурных проектов – приоритетное направление программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». А значит, у наших мастеров культуры и народных промыслов еще не раз будет возможность так ярко показать свое искусство мечам. Благодарственные письма получили 19 предпринимателей Омского района. В Сибирском районном Доме культуры прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства. Глава Омского района поздравил местных бизнесменов с профессиональным праздником и отметил тех предпринимателей, которые в течение прошедшего года показали самые достойные результаты развития собственного бизнеса. Подробности в следующем сюжете. Бизнесмены Омского района собрались в поселке Ростовка, чтобы отметить День российского предпринимательства. Перед началом мероприятия гости успели насладиться замечательной погодой. Люди с коммерческой жилкой стараются извлечь выгоду в любой ситуации. Вот и в этот раз перед Домом культуры разместилась небольшая ярмарка местных представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня предпринимательство в России активно развивается. Всё больше и больше людей организует своё дело. Те или иные виды бизнеса. Это действительно наш праздник, большой праздник, потому что предприниматель – это то сообщество, которое наполняет наш бюджет своими налогами. Ну, как можем празднуем. Администрация нас собирает, как говорится, презентует, награждает. Самое главное, что не забывает про нас. Самых успешных и добросовестных бизнесменов района наградили премиями главы района. Со сцены звучали слова признательности предпринимателям за их нелёгкий и ответственный труд. В этом году День предпринимательства совместили с выставкой продажи продукции проекта «Точка роста». В молодёжном бизнес-инкубаторе «Точка роста» ребят ещё в юном возрасте обучают основам экономики в области предпринимательства. Вот видите, ребята вкладывают душу в это всё. Это молодые предприимчивые наши такие звёздочки, на которых мы, в общем-то, ставим ставку в последующем для развития, в том числе и малого бизнеса, потому что это, на самом деле, очень актуально. Малые формы, их, на самом деле, не хватает у нас на селе. И сегодня стоит вопрос о том, чтобы поддержать именно вот такую категорию молодых людей, которые сегодня заинтересованы своими руками, могут что-то создать. Поэтому наша задача их объединить в единый такой конгломерат, который позволял бы сегодня продвигать их продукцию на рынок. Несмотря на трудности кризиса и большую конкуренцию, предпринимательство малого и среднего бизнеса в нашей стране характеризуется большой динамичностью развития. Леана Шанина, Святослав Клименко, 12 канал. После короткой рекламы и прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях, вконтакте, твиттере, одноклассниках и на ютюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица, профнастил, окна ПВХ. 999-222. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. Ходил раньше Сергей из колоссовки за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь молоко-лужайки на 900 граммов, всего 39 рублей. Вот это цены. Ассортимент какой. Все есть от картофеля до лопаты. В приложении «Двагис» вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте «Двагис» бесплатно. Возрастное ограничение 0+. Я заказал балкон в компании «Евроокно Стандарт». Сделали быстро, четко и недорого. Окна, балконы, лоджии 700-007. И о погоде завтра, 14 июня по области облачно. В Омске возможны осадки. В районах ночью 7-12 градусов тепла, днем до плюс 22. В Омске в ночные часы 10-13, днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров в ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова